Работа, которая доставляет удовольствие, это самая лучшая работа, которую может найти себе человек. Если вот спросить, хочу ли я что-то поменять в своей жизни, я откровенно скажу нет. Это большая команда, и в этом огромном море летают, готовят, обеспечивают. И все переживают, все заточены, чтобы выполнить одну задачу. Все-таки этим надо жить, это надо любить. Сделать мечту о небе своей профессией всегда было непросто. По статистике, пилотами могут стать не больше 2% населения Земли. Пилотами-истребителями и того меньше. Не каждому летчику, даже военному, под силу такие скорости и перегрузки. Поэтому требования к кандидатам суровые. Особый склад ума, идеальная физическая форма и отменное здоровье. Двое испытуемых проходят один и тот же тест. Пилот-истребителя из авиабазы в Барановичах, возраст 28 лет. Второй — 19-летний спортсмен. Велоэргометрической пробой проверяем время достижения нагрузочного порога. На велосипеде регистрируется кардиограмма с учетом нарастающего сопротивления. Несмотря на разницу в возрасте, летчик и спортсмен к финишу приходят почти одновременно. Частота сердечных сокращений медленнее растет, конечно, у тренированного атлета. Но и давление начинает шкалить с первых минут. А значит, экстремальная перегрузка может вывести его из строя. Чего не скажешь о пилоте. Даже на пике давление не вышло за пределы 180 на 75. У тех, кто решил стать летчиком, проверяют параметры всего организма. От состояния сердечно-сосудистой системы до работы головного мозга. Однако не стоит сильно обольщаться и тем, кому все-таки повезло, кто надел курсантские погоны. Создана целая система отбора. Профессионально, психологически, в том числе и по здоровью. Когда мальчишки поступают в академию, они, соответственно, проходят комиссию, врачебно-летную комиссию. И впервые, когда они проходят, они проходят по первой группе с таким расчетом, что запас. Здоровье летчика позволяет летать на истребителях 20 лет без проблем. Процесс становления летчика не менее многогранен, чем отбор. И сравнить его можно с бегом по пересеченной местности с большим количеством препятствий. Чтобы не сойти с дистанции, нужно прежде всего иметь огромное желание летать. Я думаю, что если велчикам зарабатывают море денег и так далее. Нет, как обычно, военнослужащие, может быть, чуть больше. Кто хочет, тот, вернее, тянется за длинными деньгами, в принципе, видит в полетах только способ зарабатывания денег. Они уже отсеиваются. Те, кто действительно решил связать с судьбой, с авиацией и с истребительной авиацией, тех отсюда не выгонишь. И вот эта целеустремленность, стремление постигать новое, стремление идти вперед, не сдаваться, это те черты, которые должны быть присущи молодежи, молодым парням, которые мечтают стать пилотами. Истребительной авиации, конечно, нужно здоровье для того, чтобы управлять самолетом, для того, чтобы переносить все перегрузки на разных высотах, скоростях. У него должно быть огромное желание. Огромное желание стать летчиком, в первую очередь. И во вторую очередь я хотел бы сказать, что способность бороться с трудностями. Истребители аэродром в Барановичах принял еще в начале 50-х прошлого столетия. Противовоздушный заслон на западных рубежах тогда возвели новейшие реактивные истребители МиГ-15. Затем были 9-е Сушки, Як-52, 23-е и 25-е МиГи, знаменитые Су-27. Сегодня в строю истребители исключительно МиГ-29, который знаменит во всем мире не меньше, чем бренд калашников. Причем свое название он оправдывает в прямом смысле слова невероятной скоростью, которая исчисляется двумя с половиной тысячами километров в час. Сверхманевренный, сверхзвуковой. Приставка «сверх» подходит практически под каждое слово в описании МиГа. МиГ-29 — это настоящая военная авиация, а с учетом модернизации еще и будущее на ближайшие десятилетия. Для меня, допустим, это самый надежный, самый уважаемый и самый любимый самолет. Наш соратник. От того, как он хорошо работает, зависит то, как долго мы проведем время на битоне. Это, опять-таки, 12 часов после неотказа, там 14, выполнение полетов. Технику надо уважать и любить, потому что, в противном случае, она не прощает ошибок. Она не терпит халатного к ней отношения. Арнольдович, тебе левый воздухозаборника смотреть, впереди панель. Андрей теперь в кабине. Все корреконтрид, что видишь. Мы снимаем АРМ-ку. АРМ-ку. Василий, проверка масла. Между любой техникой и человеком можно привести какую-то аналогию. Отходя к нему, у меня все же где-то как будто смешно не звучало. У меня души, я к нему обращаюсь, как к живому существу. Потому что у каждого самолета есть характер, и если здесь характер, то, следовательно, есть и душа. Передастаешь, прикипаешь в небе, ты должен быть единым с машиной. Потому что ты должен чувствовать ее, и она, как бы, в свою очередь должна знать, что ты от нее хочешь. И тогда техника тебя не подведет. Каждый самолет все-таки своим равен. Каждый отдельный борт, в частности. И, возможно, каждому нужен свой подход. Перед полетом, я думаю, каждый летчик хоть немного общается с самолетом. После модернизации идеальную конструкцию планера и мощный двигатель МиГ-29 дополнили возможностью дозаправки в воздухе, спутниковой системой навигации, возможностью работать по наземным целям. На обновленном истребителе белорусские летчики установили 15 мировых рекордов по времени набора высоты и достижению скорости полета по замкнутому маршруту. И все это сделали здесь, на 61-й истребительной. Эти грозные машины способны появляться практически из ниоткуда и уничтожать противника и в воздухе, и на земле. В небе поистине грациозный истребитель творит чудеса. То, что раньше считалось просто невозможным, МиГ-29 выполняет с легкостью. Над кромкой облаков его смело можно сравнивать с фигуристом на льду. Когда идет сам бой, когда идет сама боевая работа, некогда отвлекаться. Когда она заканчивается, когда выполняется полет на аэродром, уже при заходе на посадку, при выполнении пилотажа, когда ты в зоне 1, когда блака в летнее время, кучевки, это очень красиво, они сверху белоснежные, замысловатые, разные горы, овраги. И при полете в зону для выполнения задания, возвращения обратно, конечно, летчики в полной мере наслаждаются красотой неба, красотой земли. Когда обучаешь молодой летный состав, заставляешь их обратить внимание, то посмотри не только в кабину. Летчик-истребитель должен смотреть вокруг постоянно, должен искать цель, вовремя ее найти и желательно первым. Ну и, во-вторых, попутно видеть, как это все красиво. Каждый полет – это что-то новое, потому что не бывает одинакового неба, не бывает одинаковых облаков, земли, освещения и так далее. Это просто красиво. Сначала это, конечно, романтика была. Небо, полеты. Со временем, да, это стало переходить в работу, но все равно умудряемся сохранять свой настрой, радость, выполнить полет по верхней кромке облаков, почувствовать скорость. За облаками вообще всегда красиво. Там всегда солнце светит, там всегда визуальные метеоусловия. В авиации остаются люди, которые частичку этого удовольствия получают от каждого полета. Это, наверное, одно из самых условий таких продолжения своей деятельности в качестве военного летчика. Вираж в небе – это как Ридбергера-фигуриста. Косая петля или боевой разворот на истребителе сродни спирали на льду. Сложность только в том, что все это необходимо сделать на многотонной машине, порой синхронно, в паре. В фигурном катании тоже есть такие дисциплины, только в спорте на кону оценки. А здесь – выполнение боевой задачи. Выдерживание строя из нескольких боевых машин в первую очередь необходимость. Если пара летит далеко друг от друга, то на радарах они хорошо видны, даже на небольших высотах. Если расстояние меньше определенного, то близко летящие самолеты можно сбить одной ракетой. Дистанция не больше и не меньше трех корпусов. У фигуристов тоже есть оценочные стандарты. Но там нужно владеть исключительно своим телом. Когда пилотируешь вот так очень точно, это влетанный летчик, это профессиональный летчик. Любой полет – это опыт, ответственность. Опять же, особенно на параде. Я себя вспоминаю на первой параде майором. Для меня это просто было больше, наверное, сложнее психологически, чем профессионально. Пилотирование в паре, оно с опытом приходит. Постепенно-постепенно и летчик достигает и может стоять в любом порядке, на любых фигурах. Когда между самолетами несколько метров всего лишь расстояние, да, это психологическая нагрузка. И тем более, когда ты не крайний и не первый, а где-то посередине находишься в строю, естественно, ты отвечаешь за тех людей, которые находятся рядом. Как и в воздушном бою, то и в главном управлении и взаимопомощь. Вираж на форсаже, петля Нестерова, полупереворот, пикирование, боевой разворот. Выполняя каждую из перечисленных фигур, летчик испытывает на себе 5-6-кратные перегрузки в течение длительного времени. Как показатель, во время отработки, к примеру, элементов воздушного боя, пилот теряет в весе почти полтора килограмма. Вираж на форсаже, пилот теряет в весе почти полтора килограмма. Самый сложный элемент – это, конечно, групповой воздушный бой на малой высоте. Это самый сложный элемент, потому что на малой высоте, при групповом воздушном бою, управление происходит, не глядя в кабину. То есть самолет надо чувствовать, как будто это часть тебя. Совсем кратковременно, может быть, на какие-то доли секунды взгляд опускается в кабину для того, чтобы проконтролировать какие-то параметры. Либо, если что-то не так, оценить обстановку. Все остальное происходит на уровне чувства самолета, контроля за воздушным пространством и тех маневров, которые совершают вокруг тебя самолеты. Это делается на перегрузке, это делается вблизи земли, это делается на больших скоростях. То есть это требует колоссальных усилий, колоссального внимания, колоссальной сосредоточенности и полной отдачи для выполнения этой задачи. Зачастую, когда выполняешь маневрирование, высший пилотаж или сложный пилотаж, то не ощущаешь эти перегрузки. То есть ты забываешь, ты концентрируешься на выполнении задач, тебе надо выполнить петлю, тот же самый переворот. Ты уже смотришь за параметры на выполнение полета, за пространственное положение самолета и даже не обращаешь внимания зачастую на то, что в данной ситуации у тебя перегрузка 5 единиц, 4 единицы. Это только с виду профессия летчика кажется такой простой. Но когда ты подаешь летчику стремянку, и он вылезает, и ты видишь тряще спот по его лицу, ты понимаешь, что в воздухе там работы ничуть не меньше, чем на земле. Воздушный бой обычно проходит на внушительных расстояниях. Задача пилота — найти цель на радаре и выпустить по нему ракету. Головка самонаведения отправит поражающие элементы точно в цель. Но в нашем случае истребители сходятся на минимальную дистанцию и начинают так называемый «догфайтинг» — ближний воздушный бой. Каждый элемент в таком пилотировании выполняется синхронно, главный в небе ведущий. На него ориентируется пилот, идущий позади, ведомый. Уже на земле весь полет еще раз прорабатывается в деталях. Летчики от Бога, те, которые пришли не случайно в профессию, а которые преданы и до конца. И я уверен, что эта преемственность поколений будет со своими традициями, со своими правильными вещами, которые прямо так и не расскажешь, как интимные. Когда инструктор разговаривает с летчиком после полета и разбирает полет, только они вдвоем знают, о чем они говорят. И те ошибки, которые совершались, они, конечно, совершались при обучении, они разбираются так тщательно, что тоже известно только им двоим. Можем быть совершенно далекими людьми по жизни, но, тем не менее, на полетах мы выполняем свою задачу и стараемся выполнить ее в качестве. Вот и все. В авиации все живут одной большой семьей. Всегда вместе, на аэродроме и на отдыхе. Впрочем, последнее бывает нечасто. Полеты на базе идут практически ежедневно, причем в несколько смен. Субтитры создавал DimaTorzok Пока пилоты оттачивают отдельные элементы, техники скрупулезно готовят машины к вылету. Заправка всех систем, проверка оборудования, подвеска авиационных средств поражения. Работ на земле очень много, но я считаю, что она с лихвой окупается. Когда ты видишь летчика, который подходит к тебе, говорит тебе откровенно, чисто, человеческое спасибо, ты считаешь, что твоя работа была сделана не напрасно. По большому счету, они веряют нам, тех составов, в своей жизни, пока находятся в воздухе. Исходя из этого, я думаю, что дальше говорить ничего не надо. И так все понятно. У кого не спроси, все ответят, что со времен первых истребителей ничего не изменилось. В мороз и в зной техники всегда на бетонке. И при этом, как заметил один из героев фильма «В бой идут одни старики», в их работе самое сложное – это ожидание. От того, как ты выполняешь свою работу, зависит жизнь людей. Ждать? Самое сложное – это ждать. Это самолет, который выпустил в полет. Выпускаю самолет в воздух, я получаю от летчика определенной команды, выполняю их. Заруливаюсь в автомобиле на стоянку, я летчику отдаю команды, приказы, и он их выполняет. Это разговор действительно двух коллег. Это драгословит, безусловно. Перед вылетом каждый техник самолета обязательно проведет ладонью по законцовке крыла. Раньше так чувствовали вибрацию двигателя на планере. Сейчас это традиция. Их в авиации не счесть, но расскажут вам только об общеизвестных. О том, что нельзя стричься перед вылетом или фотографироваться. И самое распространенное – об отсутствии цифры 13 в лексиконе авиаторов. Впрочем, и не только в нем. 13-й бортовой здесь тоже не встречается. И в документах летных 13 практически никогда не фигурирует. В курсантские времена вот у нас полеты были, граничили с отпуском. Если у тебя уже отпускной на руках, то в самолет тоже не лезь. Большинство не летают в свой день рождения. Как бы примет достаточно, и кто-то какие-то соблюдает, кто-то чтит какие-то свои принципы. К числу традиций обязательно отнесут напутствие о том, чтобы количество взлетов равнялось количеству посадок. Это важно. Хотя и не всегда получается именно так. 23 мая 1996 года авиабаза потеряла одного из лучших своих летчиков. Владимир Карват ценой своей жизни во время тренировочного полета отвел неисправный Су-27 от деревни Малое Гатище. Звание Героя Беларуси ему было присвоено посмертно. Впервые в истории суверенной страны. В августе 2009-го на авиашоу в польском Радоме не стало еще двух пилотов-истребителей. Александра Журавлевича и Александра Морфицкого. Оба награждены орденами за личное мужество. На протяжении всей истории авиации, если брать 61-ю базу, не было такого, чтобы летчик струсил. Такие в коллективе не выживаются. Их коллектив выталкивает. Просто это не принимается, такое отношение к работе, такое отношение к профессии. Вы поймите, что как бы ни звучало, жизнь дается один раз. И человек, когда совершает такие поступки, как наши герои, это подвиг. Это подвиг, который они сделали в какой-то степени, осознавая, что жизнь людей важнее, чем их собственная жизнь. И то, что может причинить самолет, падая на… это гораздо страшнее, чем то, что случается, когда они спасают жизнь. Ну и так и воспитываются, что несут ответственность, должны спасать, защищать. Это честь, это достоинство, офицерство. Крайнее, что делает летчик, это покидает самолет. Ну, это, если же ситуация конкретная, безвыходная, тогда принять решение на покидание самолета довольно сложно. Церковь сейчас строена. Не церковь, а часовная. В памяти. О летчиках, которые погибли на территории Белорусского военного округа. Потому что нужно помнить. У истребителей, как правило, служба длиною в жизнь. Небо не прощает измены. Впрочем, в попытке отказа от высоты по собственной инициативе пилотов никто и никогда не замечал. Если вот спросить, хочу ли что-то поменять в своей жизни, я откровенно скажу, что нет. Мне нравится все, что происходило и будет происходить. Может, и ни разу не было сомнений в выборе своей профессии. Во-первых, наверное, отчасти уже привычка ко всему этому. И, наверное, все-таки, можно даже отчасти сказать, что какая-то любовь к своей профессии, к своей работе. Ну, нелюбимая работа она не может нравить. Ее невозможно любить и уважать, если она тебе нравится. И, опять-таки, случайных людей здесь нет. И так должно быть. Летать – это счастье. Любой полет – это незабываемый. Одинаковых нет полетов. Нет одинаковых взлетов, нет одинаковых посадок. И поэтому на протяжении всей летной жизни, конечно, я благодарен судьбе, что жизнь моя была связана с небом, с летной работой, с работой летчика-истребителя. Это счастье. И, конечно, выходя на полеты, каждый независимый лейтенант, либо генерал, ощущает, на мой взгляд, вот эти чувства. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok